Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежего угла Елена Герчукова. И сегодня мы поговорим о том, какими народными средствами можно помочь предотвратить атеросклероз и справиться с атеросклерозом. Хочу сказать сразу же, что прежде всего, то есть самый главный фактор, ну не говоря уже о питании, о котором все знают, для предотвращения атеросклероза это полный отказ от курения. То есть если вы курите, и у вас атеросклероз, и у вас опасность вот таких очень серьезных тяжелых последствий атеросклероза, о чем вы знаете от своих врачей, и вы курить не бросаете, то вы можете не заморачиваться с травинными сборами, в общем, можете даже с лекарствами не заморачиваться, серьезно, потому что ваше курение, оно вызывает спазм сосудов, нарушает обмен веществ, отравляет весь организм, но в общем-то все остальные меры будут неэффективны. Ну все, я надеюсь, что дальше я продолжаю для тех, кто не курит или уже бросил курить, слава богу, у кого хватило сил. И вот для этих людей народные рецепты для профилактики атеросклероза могут оказаться очень полезны. И первый этот рецепт – это мед с грецкими орехами. Вы берете любой хороший мед и грецкие орехи. Начинаете с трех грецких орехов в день. Три грецких ореха, ядра грецких орехов из трех орешков, вы поливаете медом не более одной столовой ложки и кушаете в первый день. Во второй день добавляете еще одну ядрышку грецкого ореха и так доводите количество ядрышек грецкого ореха до 100 грамм в день. Не начинайте, пожалуйста, сразу со 100 грамм грецкого ореха с медом. То есть ваша общая масса меда и грецких орехов в конце должна составлять 100 грамм. Причем соотношение меда и грецких орехов в этой смеси вы выбираете по вкусу, потому что тут действительно-действительно это не так важно. Важно само сочетание этих веществ. То есть само сочетание хорошего настоящего меда и грецких орехов. Понятно, да? Значит, вот это доводите до 100 грамм в день и дальше 45 дней, в течение 45 дней, съедаете по 100 грамм этой смеси. Если у вас есть сахарный диабет, то вам этот рецепт противопоказан, запрещен. Потому что мед в таких количествах для больных с сахарным диабетом опасен, уже для жизни опасен. Если у вас есть склонность к сахарному диабету, вы должны уменьшить количество сахара, потребляемого из других источников в других местах, ровно на 100 грамм. Тогда всё будет хорошо. Но, скорее всего, я думаю, что от всего остального сахара в питании придётся отказаться. Следующий рецепт для предотвращения атеросклероза – это грецкие орехи без мёда. Ну, это уже можно диабетикам и так далее. Но то же самое. Начинается с 3 грецких орешков в день и доводится максимум-максимум до 100 грамм в день. Больше 100 грамм грецких орехов тоже кушать нельзя. Но знаете, что тот, кто кушает грецкие орехи каждый день, не надо 100 грамм каждый день кушать. Грамм, ну, не знаю, 50-60 достаточно. Вот это то, что поможет предотвратить возникновение холестильного пляшек и тромбов и полностью поможет вам избежать возникновения атеросклероза сосудов. Следующий рецепт – это чесночный отвар. Вы берёте одну головку чеснока, заливаете его половиной литра воды, очищенную головку чеснока, и варите в течение 10 минут. Вот. Затем этот раствор процедить нужно, отвар этот процедить, и принимать его по 2-3 столовые ложки в день перед едой. Хранить его можно в холодильнике 2 дня. То есть, ну, если, конечно, много эта головка чеснока на пол литра воды, соответственно, уменьшаете количество пропорционально. Там пол головки чеснока на стакан воды вполне достаточно будет, но меньше заварить неудобно. Следующий рецепт – это отвар коры рябины. Возьмите 100 грамм коры рябины, причём речь идёт о свежей коре, не о высушенной, о содранной, содранной с веточек рябины. Кору, я, кстати говоря, советую снимать не со ствола дерева, а с тоненьких веточек. Во-первых, кора с тоненьких веточек, она больше насыщена полезными для вас веществами, а во-вторых, дереву вы наносите гораздо меньше вред. То есть обрежьте тонкие веточки рябины, снимите с них кору, взвесьте её, чтобы у вас оказалось 100 грамм сырой коры. Измельчите её ножницами, ну, можете ножом, конечно, ножницами просто удобнее. Залейте половиной литра воды и доведите до кипения. Кипятить не следует, просто доведите до кипения и сразу выключайте после этого. Затем настаивайте 2 часа, то есть она постепенно остынет, и вот 2 часа времени выдержите. После этого процедите и принимайте по 1 столовой ложке 2 раза в день. Курс лечения 30 дней. После 30-дневного курса лечения следует сделать перерыв в 30 дней, потом курс лечения при необходимости можно повторить. Это средство, которое направлено не только на профилактику, но уже и на лечение атеросклероза. Следующий рецепт – это настой из ягод рябины. Берёте количество ягод рябины по вкусу, ну, не меньше 2 столовых ложек ягод. Заливаете стаканом кипятка, настаиваете так, чтобы остыло до комнатной температуры, и пьёте как чай. Очень вкусный чай, полезный чай, можно подпластить его ложечкой мёда, этот чай. Но помните, что для людей, которые склонны к запорам, такой чай неприемлем, поскольку он просто усилит ухудшит их состояние. Если чай из рябины вам не подходит по любой причине, включая то, что вы не очень любите ягоды рябины, вы можете делать точно такой же чай, заваривая ягоды калины. При этом, что интересно, подходят ягоды рябины и калины, подходят для этого не только свежие, а нам также подходят сушёные, замороженные и паренные, которые превратились в такой мармелад, что ли, после парения, который можно хранить. Буквально, вот ещё раз, 1 столовую ложку ягод рябины или калины на 1 стакан воды, завариваете кипятком, настаиваете до остывания до комнатной температуры и спокойно пьёте весь стакан за 1 раз. Можно пить такого чая несколько стаканов в день, 3-4 стакана никому не повредят, будет только полезно. Очень полезен при астросклерозе чай из клевера. Клевер луговой, вот эти цветочки клевера лугового, можно даже с попадающимися листочками, следует заварить в термосе, при этом взять на литр воды 2 столовые ложки сырых цветочков или 1 столовую ложку высушенных цветочков. Заварить, настаивать 2 часа, после этого пить по 100 мл 3-4 раза в день. Прекрасное средство, которое работает как на лечении атеросклероза, уже начавшегося так, и для профилактики. Приятный, вкусный чай для профилактики атеросклероза. Следующий рецепт немножко сложнее, это сбор из трёх компонентов. Одну часть крапивы, одну часть мяты и одну часть цветков боярышника. Соедините это всё, это в высушенном виде берётся по частям, соединяется, и этот сбор заваривается следующим образом. 1 столовая ложка сбора на пол-литра кипятка. Заливаете сухой сбор кипятков, настаиваете 1 час, после этого пьёте с удовольствием, хотя он немножко, так сказать, ну, такой горьковатый специфический вкус имеет, но ничего, вполне терпимо. А вот следующий сбор, который я вам советую для лечения уже атеросклероза, он сильный достаточно, но он весьма горький. Для этого сбора возьмите, пожалуйста, лист земляники, траву душицы, траву одуванчика и траву пустырника, вот эти 4 компонента. А все травы нужно брать в равных частях, в сушеном виде соедините их, пожалуйста, заваривайте 1 столовую ложку этого сбора на пол-литра воды и пейте уже меньшими дозами. Этот сбор очень горький, его нужно пить буквально столовыми ложками. Но я рекомендую не менее 20 столовых ложек задней выпивать такого сбора. Растяните это на весь день и по ложечке, так сказать, от часа к часу, можно даже каждый час принимайте. И, в общем-то, атеросклероз, он поддаётся такому лечению, если оно систематическое. Если делать это каждый день на протяжении 45 дней, то потом вы можете наблюдать, что даже анализы улучшатся. То есть, в общем-то, состояние здоровья больных атеросклерозом улучшается, опасности инфарктов и инсультов, в общем-то, отодвигаются, когда принимают вот такие травяные сборы. Ну, на этом все рецепты, которые я хотела вам сегодня дать, у меня закончились. Больше рецептов будет опубликовано в моей статье, посвящённой лечению атеросклероза травами, которая будет опубликована в Инстаграм. Ссылочка будет в описании под видео. Можете зайти, подписаться на мой Инстаграм и там читать эту статью. Надеюсь, вам понравилось это видео, было полезным. Если вы так считаете, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много интересного и очень полезного для здоровья. Всего вам доброго, дорогие друзья. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok